Да почему? За что? Там ничего нет. Реально странно. Ой. Так, стоп, а где один странный? Фу, воняет! Это что? О, сплотите меня за это видео. Ну, типа, такое-такое. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Смотрите, что у меня есть. Это же огромный адвент-календарь от Maybelline. Вот так вот выглядит адвент-календарь. Он реально достаточно большой. Прям даже тяжелый, знаете, одной рукой его тяжело поднимать. Я дала за этот календарь 4000 рублей, но если быть точнее 4200. Давайте посмотрим насколько этот календарь и кейзи такие деньги, потому что как будто бы хочется, чтобы там было прям много всего. Распаковываем. Он прям весь аж трясет. Слышите звуки? Не уверена, кстати, что это хорошо, что там есть такие звуки, но это уже другая история. Спустя миллион тысяч лет, чтобы его открыть. Во! Ну, адвент-календарь, конечно, вообще барский, большой, такой царский, 10, а царский календарей с 10. Что ж, давайте доставать. Пункт номер 1, я нашла его сразу. Ого, достаточно большая вот такая вот штучка. Не знаю, что там. Открываем вместе. Самое первое это у нас полноразмерная вот такая вот помада. Ну, знаете что? Даже цвет нормальный. Хотя нет, нет, нормальный. Почему-то на камере он кажется странным, но в жизни он норм. Потом протестируем, сделаем сводч. Окей, полноразмерная помада. Буду ставить вот сюда вот все эти штуки. Выглядит достойно. Ставим лайк. Ставим лайк. Следующий номер это цифра 2. И здесь прям что-то вообще большое. Коробочка еще больше, чем была. Достаем. Извините, пожалуйста, что-то новое. А, вот таких вот уже средств для ресниц я не видела. Туши. Видите, даже забыл называется. Значит, что у нас здесь имеется? Здесь у нас вот такая вот false super real. Прикольно. Это travel размер туши. Он мне пойдет как раз позавтра еще в Японию. И возьму с собой вот эту маленькую тушь. Это прям гениально. Спасибо большое. Вовремя. Хэштег не реклама. Цифра 3. Достаем, достаем, достаем. Так, а что у нас в цифре 3? И это еще одна полноразмерка. Ребята, смотрите. Это color tattoo. Но на самом деле мне не очень нравятся эти тени. Они, конечно, мебель иных прям классно так пиарили, когда они у нас были. Но тени норм. Прикольно. Они есть, полноразмерка. Для тех, кто вот так вот наносит тени, будет прям вообще класс идейка. Я вообще не помню, у меня были на канале вот сколько лет я снимаю адвент календарей? Много. А были ли у меня видосы, где я снимала адвент календарей, и там прям полноразмеров так много было, потому что, ну, тут у нас только один тревел совет, и остальное это фуловое. Круто. Если вы знаете какие-то адвент календарей с кучей полноразмеров, то обязательно пишите про них в комментариях, и я проверю. Стенок в феноку, быстросрочно. Поиск цифра 4. Ну, очевидно, что здесь вряд ли какая-то менять уру будет очень большая вот эта вот штукенция. Кстати, коробки тоже приятные, только сейчас обратил внимание. Достаем. И, о, это у нас, короче, опять-таки полноразмерный карандаш для губ. Давайте посмотрим. Это, кстати, один из самых популярных базовых оттенков, насколько я помню. Нам тоже, когда делал Maybelline блогерские рассылки, все время прислали карандаши в таких вот хороших оттенках. Этот цвет я прям помню. Это очень здорово. Поближе вам сюда покажу. Смотрите. Классный карандаш для губ, ну? Кстати, интересно, кто-то им пользовался? Что вы думаете, на чем вообще норм, не норм? Потому что я не особо фанат карандашей, не шарю. Циферка 5. Ой. Вы видели, как это вообще произошло? Ладно. Ого. Слушайте, а это круто. То есть здесь, короче, была вот такая миниатюра гарнир минцеллярной воды. Стоп. Гарнир? Это же Maybelline распаковка. Нет, я понимаю, что Maybelline это лореаль. Ну, в плане, вот есть лореаль. Ну, сюда входит и гарнир, и мейбелин, и сам лореаль, и еще куча всего. Ну, почему? В аденде календаре, на котором написано Maybelline? Подожди, что совсем сло сошла. Ну, да, здесь написано только Maybelline. Был гарнир минцеллярной вода. Вас? Нет, я не против, ладно. Ну, минцеллярка, тревел раз в мире норм. И я эту минцеллярку, хоть ее все гавнят, но мне она реально всегда нравилась. То есть серии против, и я ничего не имею. Но мне все очень странно, что в аденде календаре Maybelline был гарнир. Реально странно. Недавно на моем канале вышел блог из Японии. И вы прекрасно видели все эти потрясающие улицы в Токио. Как там все яркие, необычные вывески, постоянно везде можно встретить еду в стиле аниме. Конечно же, за всем этим стоят дизайнеры, которые и создают неповторимый визуал для брендов. Графический дизайнер это универсальный специалист, который разрабатывает упаковку продукта. Верстает презентации и макеты сайтов, создают визуал для социальных сетей, обложки для книг и ютуб роликов. А обучиться этой профессии можно в крупнейшей профильной онлайн школе дизайна. Contented. Там уже студенты получают реальный опыт работы с настоящими заказчиками. И создают свое сильное портфолио. Стажировки в креативных агентствах, дизайн-студиях, домашние задания по реальным брифам от компаний и партнеров. Подобный опыт работы в резюме сразу будет выделять вас среди конкурентов. В школе Contented вы погрузитесь в плотный график. И пополните свое портфолио, внимание, 18 проектами за 20 месяцев обучения. Освоите Photoshop, Illustrator, After Effects и прочие программы дизайна. С топовыми преподавателями и менторами. После прохождения курса вы получите диплом и сможете начать работать уже на четвертом месяце обучения. Кстати, за один проект на старте, например, за разработку фирменного стиля бренда косметики, можно получить от 40 тысяч рублей. А в черную пятницу вы можете воспользоваться моим личным промокодом LISA и приобрести курс, внимание, со скидкой до 60%. И первый платеж можно сделать через 6 месяцев. А в подарок вы получите еще два курса. Курс по авторской фотографии и курс английского для дизайнеров. Все подробности будут по этому QR-коду. Все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом. Итак, дальше цифра 6. Крупный шестерка. И здесь... Ой, я очень люблю эти помады. Реально, это вообще просто топ огонь, обожаю. Это не мой любимый цвет, у меня любимый цвет этой помады. А если быть точнее помадой, которую я практически всегда использую, просто всегда. Это вот, знаете, у Maybelline была коллаборация с кофейными типа напитками. И там был один цвет, он не коричневый и не красный, и не бордовый, и не оранжевый. Какой-то вот просто гениальный цвет сделали. Слава богу, что я нашла в Турции еще эти помады, потому что они давным-давно уже закончились. Но это мой просто самый любимый помадный цвет. Вообще, вот лучший этого цвета я нигде не нашла. Обожаю, люблю, практикую. Но эти помады мне реально нравятся. Насколько я знаю, это как раз-таки бестселлеры вот именно в этом оттенке. Круто! Опять-таки я знаю, что все их говнят, но это мои любимые помады. Вообще, типа, серьезно. Вот, прям одни из самых любимых там. Вот в топ-3 они точно у меня есть. Потому что мне не слушают, мне класс. А, кстати, ваше отношение к этим помадам. Потому что я знаю, что очень много негативных отзывов. Прям пипец как. Минутка СМРа. Семь. Достаем. Здесь, видишь, у меня вот свитер какой. Соломан забрала. И это у нас брови. Прозрачный гель для бровей. Круто. Я ну что могу сказать? По-моему, это даже, кстати, не миниатюра, а полноформатный размер. Потому что если я ничего не путаю, то именно вот так вот и выглядит средство для бровей в полном формате. Очень-очень класс. Пока что у меня просто гарнир мицеллярки. Так, я что-то не вижу восьмерка. А где она? Диодку вижу, она большая. А 8 где? Помогаетесь? А, нашла. Так, что-то маленькое, но тяжелое. Так, восьмерка у нас была достаточно такая плотная. Ну-ка. И это лак для ногтей. Ну, кстати, цвет такой бежевый хороший. Маме моей понравится. Я не фанат лака для ногтей, но очень круто, что он был. Это реально базовый оттенок. И это здорово. Ну, мама порадуется 100%. 9. Сейчас распаковка. И внутри упаковки была упаковка. Это что? Микрофайзер Хайнзю. Извините, я не то, чтобы хорошо знала немецкий. Что это? Ватный диск, что ли? Это что? О! А-а-а! Это эти тряпки мицеллярные, которыми ты вот так вот типа трешь. Своё лицо мочишь, их трешь, и они стирают. Я знаю, что это очень популярный продукт. Я знаю, что многие реально таким пользователи заменили себе все те же самые средства для умывания. Тоже мицеллярку. У меня мама, например. Она реально вообще придется от этих штук. Поэтому, ну, оставлю маме. Мать вообще счастлива будет пипец как. Вот это вот я представляю царский подгон для мамы. Круто. Так, ну, десятая цифра уже пошла. Почти половину прошли. Десяточка. Открываем. О! Ну, нифига. Еще и коричневая. Ну, вот вообще, конечно, круто придумали, ребята. Это подводка. Кстати, неплохая. Я знаю много людей, которые ее любят. Еще и коричневая. Кстати, коричневая подводка, это прям круто. Конечно, черный это более универсально. Но мы же с вами не будем докапываться, когда реально все хорошо, зачем докапываться. Так что коричневая подводка, это класс. Как раз таки более повседневная. В целом, так если на цвета посмотреть, они, правда, подобрали адекватные цвета из того, что я сейчас вижу. Они все нюдовые. Это не какие-то ненужные, знаете, вот этот вот красный оттенок. Красный, безусловно, хороший оттенок. Когда его пихают везде и всегда вот в этом вот сам непродаваемом цвете. Ну, типа, такое-дакое. Вытаскиваем. Одиннадцатая циферка. Еще тут тяжелая. Это еще один лак для ногтей. И тоже похожего оттенка, но если тот был больше такой оранжевый, то это более розовый. Тоже очень здорово. Оба нюдовых варианта. Прикольно. Цифра двенадцать. Поехали. И это праймер увлажняющий. Еще и SPF Fit Me. Кстати, вы знаете, что я снималась в рекламе Мэйбели? Нет, типа, серьезно. В рекламе тоже вот как раз таки продукты Fit Me. Вот такая вот я была, когда в рекламе снималась. Такая серьезная вообще-то человек не шутки шутит. Короче, Fit Me. Класс. Вот такая вот база под макияж. Просто шикарная. Молодец. Кстати, тут еще написано, что это подойдет тем, у кого нормальная или сухая кожа. Круто. Слушайте, ну так хвалю, так хвалю этот адвент календарь. Могли бы и заплатить. Ну, вообще непорядочно. Тринадцать. Достаю. Ой, я случайно пробовала. Ну, ладно. Это что? Точилка! 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 Я никогда не была против точилок в адвент календаре. На этом у меня все. Маленький и тяжелый. Такое ощущение, что в четырнадцать тоже будет лак для ногтей, потому что по весу похоже. И это лак для ногтей. На этот раз он темно-коричневый. Кстати, цвет вообще роскошь бутиков. Посмотрите, какой крутой. Не фанат ни черного цвета для ногтей. Только черный уважаю. Ну, круто же, ну. Пятнадцать. Осваиваем ее. И мы освоили тушь для ресниц еще один тревел размер. Ладно. Шестнадцатая цифра. Походу, тут еще один карандаш. И это еще один контур для губ. Кстати, тоже в более темном оттенке. Очень круто. Сейчас сравним, давайте, с предыдущим оттеночком, чтобы понимать разницу. Но по мне, это прям вообще классная коллаборация. Потому что два нюда. Ню для тех, кто любит поярче. И ню для тех, кто любит поспокойнее. Очень здорово. Моя любимая цифра, это семнадцать. Господи, неужели они семнадцать в ад на диске положили? Там вообще как будто ничего нет. Не знаю, надеюсь только на то, что в циферке семнадцать не будет какого-то контента, который меня разочарует. Болит. Это резинка. Нет, ну, ладно. Хотя бы мэйбелинская резинка. Тут даже... Да почему? За что? Фу, воняет. За что цифра семнадцать? Резинка, конечно, класс. Но почему именно в семнадцатом числе? Это даже никакого... А, нет, ладно. Все, извините, я перестала вонять. Потому что здесь написано, что мэйбелин. Все, ладно. Ну, раз они вот нахлевку мэйбелин сделали, значит, это официально. А то, что на эти синицы торчат, ну... Сойдемся на издержках производства. Восемнадцатая числа. Достаем. Нет, на семнадцатый меня все еще разлит. Это что? Ага, это у нас каял. Каял прекрасный, черный, заточенный. Но точилка у нас тоже есть, поэтому все хайп. Супер. Так, девятнадцатая цифра. Что-то объемное, но даже не представляю, что это. Наверное, еще одна миниатюра-тоуша. Открываем аж с двух сторон. О, и это румяна полноразмерный размерчик. Кстати говоря, это очень хайповые румяна. Я знаю точно, что их многие любят. Блин, реально, слушайте, заплатите мне за это видео. Почему я ничего не говню? Это странно. Ну, только на резинку-то чуть бакануло. Ну, в общем, короче, хороший румяна в хорошем оттенке. Видите, оказывается, как это просто. Если я что-то распаковываю и что-то классное, я их всегда хвалю. Просто мне очень часто пишут сообщения, что тебе вечно ничего не нравится. Ты хватишь, хватишь, хватишь только рекламу. Да нифига. Я очень часто хвалю хорошие продукты. Потому что, ну, а что, извините, я здесь могу сказать не так. Оттенки прекрасные, полоразмер полно. Даже то, что я заплатила за это 4 тысячи. Ну, опять-таки, учитывая курс, да. Так-то по факту это 40 евро. Это не 4 тысячи было еще в том году. В общем, хотя, возможно, это особенность немецкого Maybelline календаря. Потому что все-таки водоразище практически будет. Ну, понимаете. 20 число. Так, достаем. Также параллельно делаем обзор Макнас Дрей. И здесь у нас малыш тушлэш сенсейшнл. Ну, малыш, а малыш, что с него взять? Я даже не буду протестовать, потому что слишком много другого хорошего было. Ой, какой тяжелый 21-й. По весу, похоже, опять лак. И да, это лак. Он красный. Если бы это был единственный лак, который был бы здесь, и он был бы красный, я бы тоже не стала его говнить. Потому что красный это цвет Рождества, Нового года, Октябрь Феста и вообще все такое прочее. Поэтому, ну, красный класс, лайк. Так он еще и в коллаборации, понимаете, с нюдовыми оценками. Ну, как бы вот хочешь нюд, пожалуйста. Хочешь коричневый, пожалуйста. Красный, да. Бери, моя хорошая. 22. Как будто бы она пустая. Реально. Ребят, там ничего нет. 22, опять что-то мягкое. Наверное, опять резинка будет, потому что уж слишком он мягкий. О, нифига. Я не знала, что у Мэйбелин есть бьюти-спонж. Офигеть, смотрите. Я реально не знала. Огонь. Он еще такой розовый, такой пашистый. Мау. Найдите вам яйца. Тыкаю у вас яйцом. 23. Судя по весу и по самой коробке, скорее всего, здесь будет карандаш. Скорее всего, он будет красный. Это моя ставка. Нет, это... А, это темно-синий карандаш Каял. Тату-лайнер. Который вот Мэйбелин прям хвалится, что у них есть тату-лайнер. Теперь у меня тоже есть тату-лайнер. Ладно, не фанат тату-лайнера. Но я не буду это осуждать. И самая финальная, 24-ая. Надеюсь, здесь будет годнота, но это вряд ли порядка теней. Что же это может быть интересно на последнюю эту дату? Окей, Вэлл, последняя цифра. 24. Должна быть самая богатая, пафосная новогодняя. Но по весу похоже на то, что там просто полноразмерная тушь. Ваши ставки, господа, что внутри цифры 24? И это полноразмерная тушь Sky. Кстати, они же вообще другие были. Это прям, смотрите, блестит аж, переливается. А я точно помню, что когда я покупала Sky, когда даже у меня не делали рассылку, она была не такая, она была больше матово-розовая. Это блестяще, видимо, состав, новый или просто дизайн. Круто, ну что сказать, красиво, классно. Что ж, давайте подведем итоги и посмотрим, на сколько денег здесь собралось всего вот этого. Но перед этим результаты конкурса. В прошлом видео на розыгрыше были Сережки Ванин, и вот победитель, поздравляем. Николай, вот ваш чай. Если вы впервые на моем канале, то в своем телеграм-канале я дарю подарки за актив. Подробнее вы можете почитать в постах по ссылочке в описании, но ничего сложного нет, подписка на меня и на мой магазин, ну и актив в соцсетях. Следующими в розыгрыше идут подарки из Японии. Так что переходите, подписывайтесь, это не рандом, все честно. Итак, вот то, что было в адвент-календаре. Вы знаете, когда я распаковывала, как будто бы это выглядело поинтереснее, но даже так вот, глядя на всю эту распаковку, в принципе, неплохо. Единственное, чего мне вот не хватает. Мы посчитаем стоимость, я скажу вам еще, ну, валидно мое предположение, валидно или нет. Но пока что мне явно не хватает теней, прям вообще. Это, конечно, хорошо, что они есть, вот эти малыши. Но хотелось бы в 24-м числе видеть палетку. Потом мне не хватает, наверное, какой-нибудь прозрачной пудры, потому что знаю, что у них оно есть. Мне не хватает чего-то, короче, кроме лаков. Круто, что они подобрали вот такое количество лаков. Но, наверное, было бы интереснее, если бы что-то вместо нее добавили. Ну и резинка, да, она тут лишняя. Вместо резинки можно было бы какую-то продукцию положить, еще одну, например, помаду. Вот. Но в целом это прям придирки. А теперь давайте посчитаем. За адвент-календарь я дала 4 тысячи... Ой, господи. Ну, правильно, да, 4 тысячи рублей. И вот состав. На такую сумму получился. Что ж, ваше мнение. Кстати, вот так вот выглядит эта коробка в полностью распакованном состоянии. Там прям очень много картона. Прям пипец. Халов. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что скоро будет еще больше адвент-календарей. Лайк, подписка. Я хочу делать чисто корейский маникюр у русского мастера. Качество фиговое. Пойдет нормально. Большая очень антисанитария. Да, это реально кусок камня на моих ногтях. Это будет, наверное, самый интересный мой маникюр.